Как вы видите, локация достаточно необычная для моих роликов, и прежде чем я скажу, почему она здесь и под таким антуражем, просто посмотрите, как выглядит эта съёмка со стороны. Прямо сейчас я больше получаса выставлял всё вот это, и держится оно всё на соплях. Хей, народ, с вами Дэн. Давненько не виделись. Начиная с этого ролика, я запускаю свой личный челлендж на октябрь, который заключается в следующей идее. Каждую неделю этого месяца я буду делать по одному старой туровню в стиле неодизайн. Всего у меня есть уже 4 заранее заготовленных тематики. К слову, музыку к каждому уровню я тоже буду делать самостоятельно. Прежде чем переходить к основной части ролика, немного поясню за эту тематику для тех, кто не разбирается. Думерская или же постсоветская тематика подразумевает под собой депрессивную СНГшную бытовуху, в которой люди находят уют и ностальгию по былым временам. Собственно, я сам отношусь к думерам, людям, которые кайфуют от этой тематики. Также думерская тематика имеет свой стиль музыки, но об этом поговорим попозже. Приятного просмотра. Итак, вот мы уже с вами находимся в FL Studio, отличный антураж, подходящий под антураж, гравированная кружка горячего чая. Все как надо, вы в ролике Дэна. Что ж, давайте сначала выставим, я думаю, классический 128 BPM. Думерская музыка, которую я лишь недавно начал изучать, относится к жанру постпанка. И конкретно в нашем случае с думерской музыкой здесь используются в основном только гитары. Других инструментов, кроме как драмки, я не замечал, к слову, вообще. Возьму-ка я плагин Real LPC, это отличная гитарка, с которой можно хорошо и удобно поработать. Так, давайте на гитарку на Game Effect от плагина GuitRig5. Итак, я прописал следующую гитарку. Так, давайте создадим второй Real LPC и под него пропишем что-нибудь другое. Для партии с бас-гитарой хорошо подойдут ноги гитары из стандартных уже имеющихся в FL, например, джаз-гитара. Мне тут ничего не надо. Давайте просто его так вот в тупую пропишем. А также возьмем еще бас-гитару, которая будет играть роль саб-баса, то есть самого низкого. И первая джазовая бас-гитара, она звучала так. А саб-бас-гитара и звучит вот так. Так, давайте теперь поработаем над драмкой. Нам нужна максимально такая классическая барабанная драмка. Стандартный 707-й кик. Наверное, вот этот хорошо с ним будет сочетаться. А из хэтов я впервые в жизни возьму не 808-й, а вот такой вот джазовый хэт. Итак, пока что выходит как-то так. Не-не-не, обработки нужны. Какой же окон, пусак. Вот вам и вид на ночную панельку. И где-нибудь на экране сейчас прикреплю вид у меня из окна. Итак, давайте же попробуем добавить Акапу. Ранее я набросал небольшой текстик, и сейчас посмотрим, как он здесь будет вписываться. Как я не люблю, когда мой вокал в треках, потому что я просто не могу слышать свой голос в треках. Дико с этого кринжую. Но давайте все-таки попробую испытать удачу. Пёстите это за горами. Искрине это между нами. Да, пение это явно не мое. Ну ладно, значит, доделаем работу такой. Теперь самое главное, добавляем звук пластинки. Ну а теперь, когда мы добавили звук пластинки, делаем имитацию состаренного звука путем понижения верхних частот. Потому что здесь, как и в фонке, мы имитируем эффект старой кассеты. Что ж, теперь остается заняться лишь с видением. Это что-то типа финального цветокора в дизайне. То есть, последние штрихи, которые очень даже сильно преображают работу. Трек закончен. Мой самый маленький и простой трек за всю мою жизнь. Длится вам почти полтора минуты, а услышать вы его сможете полностью только на моем музыкальном канале. Так как обложку я еще не сделал, да и спойлерить своим Ньюградз аккаунтом в следующие проекты не хочется, я пока что трек выкладывать не буду и просто заменю его на какой-нибудь другой трек в ГД. Точнее, какой-нибудь другой трек в ГД заменю на этот. Строить все эти уровни на протяжении всего челленджа я буду лишь в стиле неодизайн. О подробной характеризации этого стиля я узнал буквально на днях, и ранее этот стиль уже попадался мне на глаза, а на кое я не придавал ему значения. Но, на относительно недавнем стрюне на 3000 пошипников, во время реквестов мой подшипник версии скинул мне несколько его уровней в этом стиле, которые были до ужаса просты, но очень атмосферные, тематичные и стильные, что мне очень зацепило. В частности, вот этот уровень, к слову, он не оценен. Этот уровень послужил для меня наглядным примером того, что тематику можно передать буквально в пару простейших объектов, если уметь это сделать грамотно. Еще одной не менее значительной причиной была моя не сильно оригинальная идея для масштабного ролика, в котором я на протяжении нескольких недель должен был клепать старрейт уровни с целью получить креатор-пойнты. А тут как раз октябрь, месяц, когда творческие люди по всему миру ежегодно запускают разные челленджи длиной в месяц и созвучат с октябрем. В моем случае это на октябрь. Да, это название, которое я смог подобрать за несколько дней мозгового штурма. Теперь у меня появилось ее любимое слово. Вот сами попробуйте связать нужное слово с октябрем. Угу. Итак, меньше чем за час я наконец-то сделал геймплей. Что ж, теперь приступаем к декору и переделаем все блоки под панельки. Эй, пссс. Я думаю, ты заметил, что в этом ролике я использую абсолютно другой стиль монтажа, который очень простой, не динамичный и ламповый. В общем, напиши свое мнение в комментариях по поводу того, какой стиль монтажа тебе больше нравится, такой ламповый или старый динамичный энергичный монтаж. Потому что это повлияет на дальнейшую судьбу качества роликов и их частоту выхода. Напиши, хочешь ли ты видеть канал в одном из стилей монтажа, или может быть комбинировать их в каких-то определенных роликах и присваивать определенный стиль определенной рубрики. В общем, распиши в комментариях и аргументируй на свое мнение. В любом случае, все эти октябрьские ролики будут в таком стиле монтажа. Ну а пока я все это болтал, блоки уже задекорены. Также я сделал граунды и палочки для пил. После декора пил я незамедлительно перешел к декорированию проводов, а также к поправлению их хитбоксов. На сегодняшний день я, пожалуй, закончу работу, так как уже время почти час ночи и мне пора идти спать, ведь я хожу в школу все-таки. Любуюсь на ночные панельки, Дэн согревает себя и душу, горячим чаем и его ароматом. Вечер второго дня, самое время уделить еще несколько часов нашему сегодняшнему уровню. Точнее, уровню этой недели. Так как в уровне неодизайн стиля нужно придерживаться строгой детализации, я решил оставить их декор напоследок, дабы не переборщить с ним, а сейчас приступить к бэкграунду. А параллельно декору заднего фона я приступил к декору парта с волной, так как ранее я за него не брался. Создание снега на теоретическом дропе заняло меньше времени, чем я думал, однако достаточно сильно прибавило атмосферы к уровню. Кстати, джаз, играющий на заднем фоне, написан специально для моего канала и для этого стиля монтажа. Самый я на это время не нашел, поэтому спасибо, Миша. Сейчас я вспомнил, что совсем забыл сделать граунды на волне. Давайте сейчас я их сделаю, после чего на сегодня работу закончу, а к эффектам уже перейду завтра. Под граундами я подразумевал как сами шипы, так и дополнительные убивающие объекты, играющие лишь роль декора. Свечка погасла, еще одна кружка чая выпита, остались лишь эффекты и, может, какие-то еще незначительные правки и добавки, о которых я вспомню позже, ну а на сегодня мы заканчиваем. Дамы и господа, не переключайтесь прямо сейчас на ваших экранах, последний третий вечер создания уровня под названием Грейпруф. Первым делом на сегодня я хочу сделать пилы статичными, потому что такой прием постоянно используется в неодизайн стиле, а также немного поработать над освещением уровня. Немножечко. Надо все простенько делать. Отвечаю на ваши вопросы по поводу названия уровня. Да, изначально я его назвал Грейпруф, что переводится как Серая крыша. Однако потом я придумал более интересное и оригинальное название, это Домино. Собственно, нынче уровень так и называется. Еще до добавления Air Decor, процесс которого вы сейчас и наблюдаете, я уже заметил, что уровень получается слишком детализированно, как для неодизайн стиля. Поэтому в дальнейших уровнях я постараюсь учесть свои ошибки и буду учиться делать уровни проще. Но Air Decor нам нужен по-любому, потому что здесь он очень хорошо вписывается, а также на партии с волной нужны ориентиры. А роль Air Decor у нас играют, я напомню, стрелочки. Теперь наконец-то сделаю Air Decor, который, кстати, достаточно сильно изменил визуальную составляющую уровня. Я могу перейти к созданию самого главного, это эффектов. Как я ранее уже говорил, эффекты самое главное в неодизайн стиле. И тут же у меня в уровне эффекты как классические, по типу моргания шипов или пульсов заднего фона, так и свойственные конкретно этому уровню, такие как выключение света в окнах. Пульсы вообще пока что не получается сделать, получаются они крайне херовыми, на многих партах даже незаметны, и сейчас я подумаю, почему бы вообще не делать пульсы заднего фона. Для этого стиля, мне кажется, это простительно. Но, по крайней мере, где-то не будут, а где-то нет. Так что я сейчас буквально подправлю чуть-чуть некоторые пульсы и займусь оптимизацией. Подправление пульсов вырежем, там нечего смотреть. А оптимизация, которую вы сейчас и наблюдаете, заключается в удалении лишних объектов. Учитывая, что уровень практически отсутствует в каком-либо разнообразии партов и очень однотипный, я бы мог сильно сэкономить объекты, перенося их по уровню за счёт триггеров. Но, во-первых, не лень. А во-вторых, это того не стоит, потому что уровень не так весит всего лишь 10 тысяч объектов. Также я хотел добавить несколько русских надписей в этот уровень, но позже отказался от этой идеи. Кстати, после оптимизации я ещё немного подправил геймплей, дабы избежать некоторых багов и скипов, а также в самый последний момент уже в ней видео добавил деревья. Как-то так. То ли на сегодня, то ли в целом работа окончена. В любом случае, ловите шоукейсик. Как только ролик наберёт 250 лайков. А также в этот момент выйдет и фулл трек на музыкальном канале, и сам уровень появится на моём аккаунте. Для тех, кто тоже хочет принять участие в этом челлендж, выкладывайте шоукейсы своих уровней с хэштегом на октябрь на ютубчик. Увижу каждый, отвечу на каждый, посмотрим каждый и, возможно, даже выберем лучшие из ваших уровней. Что ж, ну если вам понравилась идея, этот ролик и его тематика, обязательно помогите продвинуть всю эту тему и поддержите этот ролик своим лайком, комментом и подписочкой, если вы ранее что-то из этого не сделали. Ну и ждите следующий ролик ровно на этом же месте через неделю. Не в смысле на подоконнике, а в смысле на канале. Что ж, ну а на этом всё. С вами был, как всегда, Дэн и всем пока. Вот это всё мне сейчас надо убирать. Вот это выходит туда-сюда, блядь. Вот это на чём телефон держится. Субтитры делал DimaTorzok